Вернее, это совсем не так. Речь не о каком-то крупном предпринимателе, который у нас пачками утекает за рубеж вместе со своими деньгами и активами. Мы уже к этому, к сожалению, привыкли, хотя это наносит гигантский ущерб российской экономике. Вывод капитала, по данным МВД, вовсе не 100 или не 110 миллиардов, как утверждает ЦБ, а в три раза большая цифра. Это такую цифру дает Департамент экономической безопасности МВД России и другие уважаемые ведомства. Гуриев — это показатель того, что лояльные власти, экономисты, в общем-то, с ними сотрудничающие, играющие по их правилам, понимают дальнейшую бесперспективность этого сотрудничества. То есть важно не то, что он крупный экономист, важно не то, что он ректор, а важно то, что он человек из команды правительства, человек, который не отмечен никакими выступлениями против власти, никакой оппозиционностью, но если уж, как говорится, и таких людей достали, достала система отношений, достала власть, то это очень тревожный знак того, что, в общем-то, скоро значительная часть элиты, на которую пока еще опирается режим, пока еще опирается действующая власть, в общем-то, будет ему нелояльна и будет смотреть совершенно в другую сторону. С точки зрения оппозиции, для нас, может быть, это хороший симптом, что порядочные люди начинают отказываться сотрудничать с властью, которые они перестают уважать, но в целом для страны это плохо.